Суп-пюре из цветной капусты с мозаичной приправой из королевского краба и гороха. Жареное филе благородного оленя с теряным из моркови, запеченный желтой свеклой и луком. Пюре с подливой, а на десерт мусс и ягодный щербет с панакотой на шафране и бисквитом. Меню 2014 года теперь заказать может каждый турист. Голубая ратуша Стокгольма. Сотни цветов, привезенных из Сен-Рема, где скончался Альфред Нобель. 260 самых учтивых официантов, вечерние платья и белые бабочки. Герою нашего рассказа никогда не удастся побывать на таком банкете. У него не будет фрака, лишь одно пальто, которое полжизни заменяло ему постель и одеяло. Пожалуй, за всю жизнь ему никогда не доведется почувствовать сытость. А умрет он от голода. Но именно благодаря его работам в том зале окажутся многие выдающиеся ученые. В 2014 году вкусом великих достижений насладятся японские физики Исамо Акасаки, Хироси Амано. И в стокгольмском концертном зале все-таки произнесут его имя. Олег Владимирович Лосев. В истории есть неповторимые моменты, когда лучшие из лучших умов первыми понимают нечто про устройство мира. Что-то изобретают или делают, будь то теория эволюции или пуск первой ракеты в космос. Отчего затем меняется все. Или почти все. Про такие поворотные моменты наша рубрика «Изменившие мир». Мне было 14 лет, когда во мне проснулся этот голод. Шел 17-й год. К нам в Тверь приехал штаб-капитан Владимир Лещинский и читал лекцию об устройстве беспроволочного телеграфа. Понимаете, он говорил, что собрать радио и принимать сигналы с другого конца мира может любой человек. Тогда я впервые почувствовал этот голод. Голод ученого. Первое, что я сделал, стал экономить и за год собрал денег на домашнюю мастерскую. Лосев сделал три главные вещи, на которых сегодня держится все полупроводниковое величие нашей цивилизации с ее любимыми гаджетами. Изобрел устройство, демонстрирующее возможности полупроводников и предложил его физическое объяснение. Догадался, как сделать транзистор. Открыл светодиоды и правильно понял принцип их свечения. А еще Лосева можно заподозрить в открытии машины времени. Потому что все эти открытия опередили мировую науку на четверть века. Никто просто не мог в то время толком понять, почему они работают. Осознать их масштаб коллеги смогли лишь в начале 21 века. Уже была построена теория относительности, создавалась квантовая теория твердых тел. Электроника только зарождалась. Одним из главных технических достижений оставалось радиовещание. Оно было по-настоящему массовым. Им занимались любители-энтузиасты и ученые. Вот эти два прибора, вакуумная лампа и пластиночка с иголкой, позволили приступить к радиовещанию. У молодого человека, горящего радиотехникой того времени, было два пути. Пойти на лампы или на детекторы. То есть заниматься совершенствованием или изготовлением либо первого, либо второго. Это была эпоха, когда ты все делал своими руками. Мне было 19 лет. И я сутками напролет водил проволокой по кристаллику на чердаке Нижегородской радиостанции. Это было все, что мне доверяли. Но я был счастлив. После школы я поехал поступать в Московский университет. Там я встретил всех своих старших друзей из кружка Тверской радиостанции. А ведь как важно найти действительно знающих учителей и единомышленников, с которыми сможешь учиться, изучать и открывать. Лосев бросил тогда университет, знакомая ситуация, и написал, чтобы заниматься наукой. Парадоксально, там он не видел возможности посвятить себя исследованиям. А что, если у него были бы возможности, какие открываются для физиков, химиков и биологов сегодня? Одна из них впервые стала доступна в России только сейчас. Магистрско-аспирантская программа Integrated PhD. Это обучение под руководством ведущих в своих областях действующих ученых. Доступ к ведущим мировым научным центрам. Партнеры программы Oxford. Технологический институт Карлсруя. Саутгемптонский университет и многие другие. Участие в оплачиваемых грантах на исследовательские работы. Экономия целого года. Магистратура первые два. А если решите продолжить, затем три года аспирантуры. Остается выбрать направление. Всего в рамках IPHD их три. Биоматериаловедение. Это электронная кожа, печать человеческих органов, биосовместимые гаджеты и многое другое. Адаптивные технологии для производства отрасли. Это 3D-печать чего угодно. От микросхем до космических ракет. И квантовое материаловедение. Это именно то, что вы подумали. Это сверхпроводящие, метаматериалы и многое другое. Без чего невозможны квантовые компьютеры, сверхзащищенная передача данных и другие технологии. Первая в России интегрированная магистрско-аспирантская программа Integrated PhD в не ту миссис. Успейте подать документы. Ссылка есть в описании под роликом. И вдруг я обнаружил то, чего ну никак не могло быть. Один из контактов смог не только выпрямлять, но и усиливать колебания. А потом я понял, как с его помощью генерировать незатухающие колебания. Большинство специалистов по электричеству той поры считало, что все вещества мира делятся на два совершенно различных типа. Одни, такие как медь или сталь, способны проводить электрический ток. А другие, стекло или дерево, проводить ток не способны. Первые называли проводниками, вторые – изоляторами. Общего между ними было столько же, сколько между самокатом и вулканом. Они были из разных миров. Но некоторые кристаллики, в отличие от всего остального, никак не желали укладываться в одну из этих двух принятых категорий. Они не были металлом, который неизменно проводит электричество, но не были и стеклом или алмазом, никогда не проводящим. Они вели себя по-другому. Непонятно. Большую часть времени, включенный в электрическую цепь кусочек какого-нибудь кремния, вроде бы изображал из себя обычный заурядный изолятор. И прекрасно. Вы присоединяли к кремнию провод, пропускали по проводу ток, и он, дойдя до кремния, останавливался, словно уткнувшись в преграду. Не давало радиотехникам покоя то обстоятельство, что кремний вел себя так не всегда. Временами кусок кремния, который считался изолятором, вдруг претерпевал какие-то внутренние изменения, и от роли достойного, надежного, радующего своему ничего не деланию изолятора, он отказывался. Он вдруг обращался в проводник, беспрепятственно пропускавший потоки электронов. То есть он не был ни проводником, ни изолятором. Он был полупроводником. На основе этого свойства наш герой и сделал свое самое известное открытие. Хорошее было время. В Нижегородской лаборатории я получил должность лаборанта. Подал документы в Нижегородский университет и стал получать заочное образование. Женился и, кажется, впервые с детства практически перестал голодать. 19-летний Олег Лосев заметил, что в том самом детекторе при соединении угольного и стального острия с определенной точкой цинкита происходит усиление сигнала. При напряжениях менее 10 вольт можно было бы получать радиосигналы с длиной волны вплоть до 68 метров. А поэкспериментировав еще, Лосев увидел, что так можно и вовсе генерировать сигнал. Тогда он и сам не понял, что произошло. Этот приемник был прообразом современных туннельных диодов, за создание которых Эсаки, Живер и Джозефсон получили Нобелевскую премию спустя полвека. Для объяснения происходящих процессов потребовалось создание физических теорий, о которых в 1922 году никто не мог иметь и малейшего представления. Зато, благодаря схеме Лосева, звуки радио стали сильнее. 20-е годы, заря Советского Союза. У нас в стране действует закон о свободе эфира. Начался НЭП. И вдруг появляется простой и доступный способ ловить и гнать волну. По сравнению с аналогом, ламповым радио, устройство на полупроводнике было дешевле, проще и потребляло меньше энергии. Схема Лосева могла работать от 3-4 батареек для карманного фонарика. А электронных ламп не хватало. Они были дорогие, да им еще требовался специальный источник электропитания. Очень скоро появились и радиопередатчики, пригодные для связи на несколько километров. Лосев в научных и популярных журналах описывает изобретения, публикует схему и рассказывает, как быстро отыскать активные точки на поверхности Цинкита, чтобы радиолюбители со всего мира могли использовать его изобретение. Популярные брошюры расходились массовыми тиражами. Их перевели на английский и немецкий. Приемники без ламп, названные с легкой руки редактора парижского журнала-инженера Кины, крестодином начинают делать в разных странах. Изобретатель получил широкое европейское признание. В письмах из-за границы его называли не иначе, как профессором, хотя Лосев даже не получил высшего образования. Юный ученый даже на какое-то время становится предпринимателем и продает собственноручно собранные приемники на основе крестодина. Его ждет повышение. Короткая вспышка, несколько счастливых лет между Первой и Второй мировыми войнами, и все закончилось. Новую экономическую политику советская власть отменила. На родине на Лосева повесили уничижительное клеймо «Непман». Он, к тому же, был дворянином, сыном отставного офицера. За границей, где только что профессора Лосева превозносили, изобретение у него фактически отняли. Он не успел получить патент. Торговая марка «Крестодин» присваивается себе журналом «Радионьюз». Лосев уже не имел права называть так свое детище без согласия американцев. Коллеги так и не разглядели за полупроводниками будущее, отказались от «Крестодина» и снова начали заниматься лампами. Лебединский и Бонч Бруевич обратили внимание на невоспроизводимость эффекта. Говорили, что немного поработав, детекторы-генераторы скисали. Нижегородскую радиолабораторную передают под управление Ленинграда, куда и переезжают его друзья. Брак оказывается неудачным. Есть снова нечего. Но Олег Лосев всего этого, кажется, не замечал. Его опять полностью захватил голод ученого. Фактически, в том, почему в полупроводниковом диоде возникает отрезательное сопротивление, удалось разобраться лишь через 30 лет. Но Лосев-то держал в руках этот кристалл сейчас. И на его глазах в нем происходили необъяснимые вещи. Выяснить их природу стало главной целью его жизни. Я думал, что некоторые контакты между металлом и кристаллом не подчиняются закону Ома. Думал, что в колебательном контуре, подключенном к такому контакту, могут возникнуть незатухающие колебания. На самом деле, тогда уже было известно, что для самовозбуждения одной лишь нелинейности вольтамперной характеристики недостаточно. Обязателен падающий участок. Но я-то этого не знал. Как же все удивились, когда у некоторых кристаллов я и правда обнаружил активные точки, обеспечивающие генерацию высокочастотных сигналов. Но как это теперь объяснить? Лосев пытается выяснить, как работает то, что он сам изобрел, и параллельно делает еще одно случайное открытие. Он провел ток через кристалл карборунда и увидел слабое зеленоватое свечение. Это было открытие светодиода. Принято считать, что первым исследовал светодиоды американец Генри Раунд. Но он оставил после себя пару абзацев с предложениями в журнале Electrical World. Лосев об этом ничего не знал, но в объяснении эффекта продлился гораздо дальше. Обнаружив свечение еще на чердаке под лестницей, профессор без образования еще азартнее пытается выяснить загадку этих странных кристаллов. Он продолжает вводить тонким металлическим острием по поверхности кристаллов поперек шлифа. И такими нехитрыми экспериментами ему удается показать, что предповерхностная часть кристалла имеет сложное строение. Он выявил активный слой толщиной несколько микрон. Трехэлектродный полупроводниковый прибор – это вообще-то транзистор. Прибор, который уже скоро повернет всю электронику. Свечение кристаллов ученые описывают в целом ряде статей за границей. Открытый им эффект в Европе называют свечением Лосева. Перспективы применения открытия он сразу же понял. И даже успел запатентовать так называемое световое реле. Предвидел, что данное устройство окажется чрезвычайно полезным в телекоммуникациях. Изобретенное Лосевым устройство должно было вырабатывать свет, опираясь на эффект электролюминесценции. Самым подходящим материалом для изготовления фотоэлементов Лосев назвал кремний. Ученый, так и не нашедший время забрать свой диплом из Нижегородского университета, свои исследования строил на основе квантовой теории Альберта Эймштейна. И даже писал ему письмо с предложением вместе исследовать открытые им процессы. Ответа он не получил. Олег Владимирович Лосев переехал в Ленинград и до 37-го года работал на Каменном острове в Центральной лаборатории 300 заводов слабого тока. А потом рядовым преподавателем физики в Ленинградском медицинском институте имени Павлова. Некоторые опыты ему удавалось проводить в лаборатории физико-технического института благодаря дружбе с физиком Абрамом Иоффе. На родине публиковать его научные работы никто не хотел. В СССР его считали просто изобретателем. Довести проект полупроводникового транзистора до рабочего прототипа Олег Владимирович не успел. Началась Великая Отечественная. Эвакуироваться из Ленинграда он отказался и работал до последнего дня. Начался голод. Великий русский ученый скончался в осажденном городе от голода и от истощения в 1942 году. Место его захоронения до сих пор неизвестно. Война закончилась. И уже на другом конце планеты два тихих человека, сотрудники исследовательского отдела Белл Лабс, друзья Уолтер Братейн и Джон Бардин, заберутся на четвертый этаж невзрачного лабораторного здания в Мюррей-Хилл, штат Нью-Джерси, вооружатся стопкой иностранных журналов, в которых публиковали статьи Лосева, и погрузятся в исследования полупроводников. К декабрю 1947 года они заставят электроны протекать сквозь кремний и останавливать их. То есть создадут работающий на атомном уровне переключатель, который станет одним из величайших открытий современности. В 1956 году при вручении Нобелевской премии за исследование полупроводников и открытие транзисторного эффекта вместе с Уильямом Шокли и Уолтером Братейном Джон Бардин возьмет микрофон и признает приоритет Олега Викторовича Лосева в исследованиях полупроводниковых эффектов. А то, что они ели на фуршете, наверное, уже никто и не вспомнит. Спойлер, они съели все. Ну или почти все. Субтитры создавал DimaTorzok